Продолжение следует... Работает все в порядке, значит мы можем начинать. Что ж, можно сказать, что настала жаркая пора на рынке криптовалют, и, конечно же, мы в первую очередь говорим о биткоине. Те, кто следит за данным инструментом, понимают, о чем я говорю. Сегодня мы, наконец-то, вновь пробили исторический максимум, который был установлен ранее. И, конечно, можно говорить о том, что у нас появляются отличные торговые возможности. Об этом мы поговорим несколько позже. Также вкратце обозначу структуру сегодняшнего мастер-класса. Мы, как обычно, так как эти вебинары стали уже традиционными, поговорим сначала о теории, буквально несколько минут. Это будет краткое вступление для тех, кто впервые с нами, либо кто пока еще мало разбирается в теме криптовалют. Затем мы обсудим главные новости, которые мы видели на текущей неделе, либо предстоящие события. Обсудим, проанализируем их, посмотрим, как они могут повлиять на курс и котировки основных криптовалют. А затем уже перейдем в торговую платформу, и я озвучу те основные торговые идеи, на которых можно будет заработать уже в ближайшие дни. Вот именно так мы обычно устраиваем структуру наших занятий. Ну и в конце, конечно, будет, как обычно, довольно интересный бонус для всех зрителей, которые сегодня с нами. Поэтому советую оставаться до самого завершения. Примерно 45-50 минут у нас есть. Итак, начнем, как и было сказано, с небольшого теоретического вступления. Я думаю, что про криптовалюты и, конечно, про биткоин вы все так или иначе слышали. Нисходит этот актив с первых полос газет и телевидения. Тоже активно о нем говорит по сути. Это альтернативный способ проведения платежей, либо расчетов. То есть, если раньше мы пользовались, ну и пользуемся до сих пор, пока еще, привычными нам деньгами, валютами, будь то рубль, доллар, либо евро, то в будущем, как считают многие на сегодняшний день, мы с вами будем пользоваться уже биткоином и другими так называемыми альткоинами. То есть, теми валютами, которые не относятся напрямую к биткоинам. То есть, это те же самые инструменты для расчетов, для проведения платежей внутри системы между пользователями. Но их особенность в том, что они полностью являются виртуальными, либо цифровыми. Ни какого-то физического эквивалента. Но это не делает эти инструменты менее используемыми и менее полезными для реализации тех функций, которые мы с вами сейчас видим на мониторе. То есть, есть два, прежде всего, предназначения у криптовалют. Это расчеты и платежи, конечно же, как и было мной сказано. Изначально только для этих целей использовали в основном данные инструменты. Но вот по мере того, как курс биткоина неуклонно рос, причем увеличивался на сотню процентов за очень короткий промежуток времени, появилась вторая составляющая его использования, конечно же, для инвестиций и спекулятивный заработок. Потому что, если мы видим, что какой-то актив растет в цене такими темпами, то, конечно, обязательно нужно его использовать для получения инвестиционного дополнительного дохода. Биткоин появился относительно недавно, в 2008 году были первые упоминания о нем. И, конечно, как я и сказал изначально, его применяли только для проведения платежей, расчетов, либо просто в качестве того, чтобы соприкоснуться с этой инновацией, покупали биткоины, держали их на своем кошельке. То есть, использовался именно основной принцип его использования. И это именно проведение платежей, либо возможность такого использования в будущем. Ну, то есть, есть статистика о том, что до сих пор еще более 50% кошельков ни одной транзакции не знали. То есть, сумма просто хранится на кошельке в онлайн сфере, например, либо на жестком диске компьютера. Но с ней пользователь ничего не делает, просто рассчитывая, видимо, на то, что в дальнейшем курс биткоина будет расти. И он сможет продать его позже по более высокой цене. Однако, отметим, что в этом году наблюдается довольно серьезный рост количества транзакций, связанных с биткоином. То есть, теперь его не просто хранят на кошельках, либо, скажем, инвестируют в него, но еще и используют для своих повседневных расходов. Это, конечно, тоже очень важно в контексте того, чтобы биткоин, как многие считают, полноценно стал частью именно финансового мира, то есть, заменил привычные нам платежные инструменты. Вот неоднократно мы в ходе вебинаров наших обсуждали сравнение майнинга и трейдинга, то есть, это два основных способа получения дохода от сферы криптовалют. Вы можете либо заниматься так называемой добычей криптовалют на вашем компьютере, если его ресурсы позволяют это делать, отмечу, что нужны довольно мощные устройства для данной деятельности, либо можете заниматься трейдингом криптовалют, то есть, зарабатываете на изменении их курса. И благо, что волатильность по криптовалютам зашкаливает, не так давно было приведено исследование, в ходе которого выяснилось, что вот в топ-10 самых высоковолатильных финансовых активов всего мира, где были включены и акции, и, конечно же, облигации, вот именно в этой десятке больше половины, если я не ошибаюсь, 7 инструментов относится именно к криптовалюту. То есть, наибольшая волатильность была зафиксирована именно по данному классу активов, а это, безусловно, очень хорошо для трейдеров. Кто-то говорит о том, что высокая волатильность влечет за собой повышенные риски, на самом деле это не совсем так, если вы следите за объемом позиции и money management, то есть, грамотно управляете капиталом в каждой сделке на всем протяжении своей работы, то ваши риски не будут завышены, вы сможете просто получать доход с тех сделок, которые совершаете. Конечно, есть и убыточные сделки, но, опять же, прибыль по плюсовым в разы превышает те убытки, которые мы, например, с моими коллегами получаем по сделкам в отрицательном. Двигаемся дальше. На этом слайде обозначено одно из основных преимуществ биткоина, точнее, скорее, его характеристика, нежели преимущества, потому что о том, что количество биткоинов известно и ограничено, сейчас довольно противоречивые мнения. Возможно, вы слышали про приближающийся хардфорк биткоина, то есть его разделение очередное на несколько ветвей. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Но, тем не менее, изначально на первой волне еще роста именно данный принцип брали как одно из преимуществ. Ограниченное количество биткоинов, и заранее известное, будет провоцировать увеличение спроса на него, так как мы знаем, что если какого-то товара мало, но при этом он полезен, конечно, спрос будет на него неуклонно расти, так же, как его цена. Вот на первой волне роста до конца еще прошлого года и до текущего года основными тезисами, которые толкали цену актива вверх, были именно удобства в проведении платежей. То есть мы уже обсуждали, что в принципе внутри системы биткоин можно с легкостью переводить суммы между участниками или оплачивать какие-то покупки. При этом издержки будут довольно низкими. Мы сами можем выбирать размер комиссии, можем от нее и вовсе избавиться, но при этом время обработки транзакции будет чуть дольше. И, конечно, принцип анонимности также в свое время был довольно знаковым, и многие использовали биткоины для своих целей. В данный момент вот сверхпредставалют находится на качестве на ином уровне. Сейчас ей пользуются уже не только частные пользователи, но и крупнейшие представители финансовой системы, такие как банки, например, либо даже промышленные предприятия в проведении каких-то расчетов, либо выстраивают проекты на основе блокчейна. На новостных порталах мы регулярно видим подобные новости. И даже центральные банки различных стран также уже рассматривают возможность использования технологии блокчейн. Вот об этом мы тоже несколько слов скажем. Не стоит путать такие термины, как блокчейн и биткоин. То есть это два разных понятия, хоть и тесно связанных между собой. То есть биткоин – это первый проект, можно его так назвать, на основе технологии блокчейн. Но сейчас, если вы слышите о том, что, скажем, кто-то использует блокчейн для разработки своего проекта, то это не означает, что это будет влиять напрямую на стоимость биткоина. Потому что, ну, это то же самое, что, допустим, интернет в целом и какой-то отдельный сайт. То есть у нас есть технология блокчейн, да, по аналогии с интернетом. И есть биткоин, который можно поставить с каким-то сайтом, например. То есть есть просто продукт на основе какой-то технологии, используемой, если говорить простым языком. Поэтому, опять же, вот то, что мы слышим в последнее время, касаемое увеличения и роста популярности именно самой технологии блокчейн напрямую, пожалуй, на биткоин влияет не так сильно. Другое дело, что увеличиваться в цене основной криптовалюте – это никак не мешает. Вот у нас было несколько довольно важных информационных поводов. На прошлых неделях мы обсуждали то, как Китай может повлиять на биткоин. Если вы были с нами, то помните, что мы советовали покупать биткоин после коррекции до 3000 долларов, особенно после появления определенной свечной информации по теханализу. Чуть позже мы перейдем в торговую платформу, и вы сами это увидите. И на самом деле наши прогнозы полностью оправдались. Мы сначала зафиксировали часть позиций на покупку вблизи исторического максимума, это отметка 4900. И вот сегодня были открыты множество новых позиций после пробоя максимального значения цены. Далее. На данном слайде, я думаю, вы уже успели прочитать некоторые причины, почему биткоин может расти и дальше. Все очевидно. То, что используется спросом, то, что в центре внимания, то, на что все смотрят, это, конечно же, будет привлекать все новый капитал в сферу. И капитализация фиктовалют так или иначе будет постоянно увеличиваться. Поэтому можем двигаться дальше и поговорим о нескольких основных терминах, которые нужно знать про блокчейн. Мы уже сказали, на мой взгляд, достаточно. Не стоит вдаваться и углубляться в технологические особенности данной технологии. Да, стоит еще поговорить о том, что такое ICO. Потому что именно с ICO смертно довольно много новостей в последний момент. В частности, вернемся к тем же новостям из Китая, которые уже полностью были инвелированы еще на прошлой неделе. И, конечно, кто не знает, из сего это способ привлечения инвестиций в какие-то проекты. Чаще всего речь идет именно об онлайн-проектах либо проектах на основе технологии блокчейн. То есть, так или иначе, все это связано с цифровыми активами на основе такой платформы, как Эфир. То есть, Эфир – это не только криптовалюта, но это прежде всего платформа для реализации различных проектов на основе умных контрактов, так называемых. Я думаю, что вы, если со сферой знакомы, то обязательно об этом слышали. Отмечу, что в общем чате вы можете писать свои вопросы на протяжении всей трансляции. И ближе к концу нашего мастер-класса мы на них обязательно ответим. Вот довольно важный вопрос, на котором предлагаю также остановиться буквально на минуту, касается того, как можно начать торговать криптовалютами. Есть важные способы. Изначально появились биржи криптовалют, и все работали через них, просто не было альтернативы другой. Но чуть позже уже регулируемые брокеры включили в список доступных инструментов криптовалюты. И сейчас вот такие компании, как Amarkets, например, которые проводят для вас данное мероприятие, предоставляют более десятка основных криптовалют и различных кросс-курсов. При этом есть ряд преимуществ. Вот опять же вы видите на слайде. Это, прежде всего, элементы надежности и гарантий, связанные с защитой от регулятора, например, Financial Commission, наличием физических офисов, удобными способами пополнения и снятия, причем пополнение будет без комиссии, отмечу. Ну и, конечно, удобный терминал для финансовых рынков. Он называется MetaPraider 4. Вот именно в него мы сейчас перейдем, чтобы обозначить ключевые торговые идеи на ближайшую перспективу. Предлагаю сейчас перейти именно в торговую платформу. Будет запущена демонстрация рабочего стола. Если вам сейчас будет видно терминал, пожалуйста, поставьте также плюсики в общий чат. Так, попрошу вас это сделать. Да, отлично. Отлично, можем переходить в терминал. Итак, прежде всего, конечно же, вернемся к главной теме сегодняшнего дня. Это обновление исторического максимума по биткоин-доллар. То есть биткоин вырвался за границы за пределы 5000 долларов за одну монету. Ожидали, потому что каких-то серьезных оснований для разворота тренда вниз все-таки не было. Да, было определенное давление со стороны Китая, вот о чем мы уже сказали. Были запрещены ICO, да, мы это помним. И в частности говорилось о том, что и бирж криптовалют, Народный банк Китая настоятельно рекомендует закрыть на территории Китая. И часть из них уже прекратила свою работу. Но, тем не менее, вот другого негатива, во-первых, не было. Во-вторых, нашлись другие страны, которые поддержали криптовалюты, поддержали ICO и криптобиржи. В частности, Япония объявила о том, что будет создано и уже это сделано несколько криптобирж официальных с регулированием, где не будет различных вопросов, связанных с надежностью, с тем, что просто биржа может прекратить свою работу внезапно, как это было несколько лет назад. Вот опять же, в чем плюс регулированного брокера ДК-маркетс по сравнению, скажем, с простой биржей криптовалюты. То есть не будет такого, что сайт просто закроется и перестанет работать, как это было с MT.GOX несколько лет назад, в 2013 году. Так вот, именно сегодня, после того, как биткоин сначала подтянули к прежнему максимуму, на отметке 4.900, мы увидели пробой этого уровня, то есть цена оказалась выше. И на самом деле это очень важно. Очень важно, почему? Потому что перед нами открываются довольно заманчивые торговые возможности. Повторюсь, что мы с трейдерами в общем чате, на ссылку, на которую вы могли видеть в чате нашей трансляции, обсуждали тот момент, что после пробоя максимума обязательно нужно пытаться покупать биткоин. Почему? Потому что вы можете увидеть на истории, как подобная ситуация себя показывала. Я не случайно отметил несколько линий синего цвета на графике, я надеюсь, вы их видите. Вот мы помним сначала апрель 2017 года, когда нашим максимумом был уровень в 1300 долларов. И после того, как мы пробили это максимальное значение, пара ушла на 3000 долларов почти, сделав это уже к началу лета, к июню. И затем уже в конце лета мы вновь увидели пробой максимального уровня за все время, это отметка в 3000 долларов. И вновь мы наблюдали резкий рост стоимости биткоина именно после пробоя максимума. Вот эту стратегию мы обсуждали уже в ходе наших вебинаров, кто ее использовал. В этот раз большой молодец, потому что на самом деле все было сделано правильно. То есть, если мы видим какое-то максимальное значение за все время, то после пробоя этого максимального значения обязательно нужно покупать, потому что будет большой поток новых ордеров на покупку, будут повышенные объемы обязательно в таком случае. И если пара еще и закрепится, в нашем случае, биткоин, доллар, еще и закрепится выше этого уровня, то, конечно, можно будет говорить о том, что идея нашла свое подтверждение. Если, на самом деле, есть еще один очень важный момент, вот, допустим, если вы находитесь в сделке уже, уже купили биткоин, доллар, то хотелось бы понимать, какими могут быть цели по данной сделке, то есть, где можно будет начинать фиксировать прибыль. Если мы посмотрим на историю, опять же, то станет понятно, что биткоин после пробоя максимума чаще всего растет на 100 и более процентов. Это очень интересный момент. По 1300 за 1 биткоин пробили максимум в той области, которую я сейчас желтым цветом обозначу, ну, точнее, синим, да, цветом будет выделение, пробили максимальную отметку и выросли до 3000 долларов, то есть, даже более чем на 100%. Причем, изначально мы остановились вблизи уровня 2400, то есть, примерно 100%. Такого движения. Исходя из этой логики, можно предположить, что биткоин может вырасти до 10 тысяч долларов, то есть, 100% к текущему значению в 5, но не нужно считать, что это может произойти быстро. Для этого может потребоваться несколько недель, либо месяцев, и многое будет зависеть от даты 25 октября, когда запланирован очередной хардфорд, то есть, разделение биткоина на две ветви. Вот, обещал еще несколько важных новостей озвучить, и давайте про них немного буквально скажем. То есть, конечно, все ожидают очередного разделения биткоина на две ветви, это будет уже второе дополнение к основному биткоину, если можно так сказать. То есть, мы увидели появление биткоин кэш в начале августа этого года, и должны увидеть так называемый биткоин голд, то есть, новое ответвление от биткоина. Правда, сегодня появилось довольно много негатива в отношении новой криптовалюты, которая будет в результате разделения появиться. В частности, были предположения о том, что это все несерьезно, то, что это даже может быть какая-то мошенническая схема, и большинство криптобирж не будут принимать и не будут запускать торги с биткоин голд, поэтому всех призывали быть осторожными. Но мы знаем, что перед тем, как появится новая криптовалюта, появится, произойдет разделение, конечно, биткоин будут разгонять, потому что те, кто имел биткоин на своих кошельках в августе, получили выплату в биткоин кэш на свои кошельки. И поэтому, конечно, ничего при этом не заплатив дополнительно. Поэтому, конечно, ожидая то, что ситуация повторится и вновь можно будет получить на свои кошельки уже биткоин голд, многие закупают основную криптовалюту, при этом продавая альткоины, то есть другие, менее популярные криптовалюты. Вот об этом многое говорится, и в целом мы с этой позицией согласны, то что идет масштабный переток капитала из альткоинов, то есть проще криптовалют в биткоин. Все закупают именно его, потому что весь негатив был выкуплен, то есть сейчас какого-то отрицательного фона нет, и плюс есть возможность заработать на разделении биткоина. Но каким оно будет, большой-большой вопрос. Не исключена ситуация, когда мы будем видеть рост вплоть до конца этого месяца, а затем увидим разворот, потому что чьи-то ожидания могут не оправдаться. То есть, например, большинство будет надеяться на то, что, скажем, после 25-го мы еще вырастим в цене, и система будет работать стабильно, но вдруг, скажем, появится какая-то ошибка, например. И в таком случае, конечно, не миновать обвалом по основной криптовалюте по биткоину. Пожалуйста, уточните еще раз, видно ли рабочую область в терминале. Я постараюсь сделать немного другими границами. Видно ли график самое главное, хотя вы можете, в принципе, открыть его и слайдов быть не должно. Видно должно быть только график. График и торговую платформу метод ВИД-4. Я так понимаю, что в целом все хорошо. Хорошо, если я увеличу график вот настолько, его видно, уточните, пожалуйста. Кому-то видно, кому-то нет. В общем, если кто-то плохо видит график, либо вовсе его не видит, то можете использовать либо портал TradingView, либо просто платформу метод ВИД-4. Напомню, ее можно скачать в том числе с нашего сайта amarkets.org. В данный момент биткоин стоит уже 5 325 долларов. Отличное движение сегодня. Мы покупали по 4 920 после пробоя максимума. И на самом деле есть возможность покупать еще сейчас. Если вы готовы взять на себя небольшой риск, потому что биткоин может опуститься ниже уровня в 5 тысяч долларов, то вполне можно открывать сделку на покупку сейчас. Опять же, цели ближайшие могут быть на отметке в 6 и в 7 тысяч долларов. Вот именно к этим рубежам мы сейчас будем приближаться. будет обзор сегодня и других криптовалют. Я видел такой вопрос в общем чате. Да, вот полезный совет. Можно просто обновить страницу. И тогда вы должны обязательно увидеть график, потому что запущена трансляция именно рабочего стола, который на моем компьютере. Двигаемся дальше. С биткоином в принципе все понятно. У нас историческое событие сегодня. Пробой максимального уровня. Можно его вполне покупать и надеяться на дальнейший рост. Уверен, что еще несколько сотен долларов как минимум он пройдет. Но вот все ключевые уровни ближайшие уже были обозначены. То есть еще раз повторюсь, ситуация, она повторяется. То есть то, что мы видели, скажем, в конце мая, то, что мы видели летом, когда после пробоя исторического максимума цена увеличивается чуть ли не на 100%. То же самое вполне имеет шанс повториться и в данный момент. Но опять же не стоит забывать про фундаментальные причины, главная из которых это, конечно же, разделение биткоина на две ветры 25 октября. Двигаемся дальше. Мы уже отметили такую тенденцию, как переток ликвидности, переток капитала криптотрейдеров из всех других криптовалют в главную, в биткоин. Поэтому какого-то серьезного роста по другим криптовалютам в данный момент не видим. И, конечно, торговые идеи по другим криптовалютам тоже, они, пожалуй, отходят на второй план. То есть, скажем, если у вас есть условная сумма 100% вашего капитала, то 80% из них точно нужно задействовать в сделках с биткоином. Потому что весь объем сейчас там, вся волатильность тоже там, и можно заработать наибольший доход, а именно купив биткоин-доллар в данный момент. Уже 345, то есть можно было заработать 25 долларов, купив один биткоин. Буквально за две минуты вот то, что мы сейчас находимся в ходе трансляции. Он стоил 5.325, уже 5.346. И на самом деле было всего несколько таких дней в истории, когда мы росли такими темпами. Насколько я понимаю, это вообще сильнейший рост, если мы берем именно в долларах, не в процентах, а в долларах за все время. У нас настолько больших зеленых свечей не было никогда. По сути, кроме вот одного дня, когда вы купили от уровня в 3000 долларов до 3800. То есть когда мы 800 долларов прошли за день, вполне сегодня мы можем пройти и столько же, поэтому потенциал еще сохраняется. Вкратце остановимся на других криптовалютах, потому что я еще раз отмечу, что все внимание пока, вот в ближайшие дни и даже недели будет приковано именно к биткоину, но про другие тоже забывать не стоит. В своем портфеле я рекомендую вам немного, а других криптовалют тоже удерживаться. Например, по эфиру сейчас, к сожалению, торговой идеи нет. Мы приближаемся к важному ценовому уровню. Сейчас я назову точное значение. Да, это отметка в 310 долларов за один эфир. Если мы окажемся выше этого значения, то можно будет покупать с целью на 380. То есть это будет неплохой потенциал, неплохое движение. Плюс, я думаю, вы видите, что есть также такой сигнал, как поджатие к верхним границам. То есть мы видим, что линия под наклоном, трендовая линия, которую мы можем провести, она направлена вверх, и вдоль нее покупки происходят. Поэтому, безусловно, можно говорить о том, что эфир может еще вырасти прилично, но сначала ему нужно пробить важный уровень 310. Поэтому пока мы наблюдаем за развитием ситуации, опять же, в торговом чате, я уверен, обязательно будут наши обсуждения, идеи и призыв к действию, когда можно в эту сделку входить. Поэтому, опять же, наблюдайте за развитием ситуации. Что касается эфир-классик, это также форк эфира, появившийся в результате разделения эфира на две составляющих в свое время, то мы еще в ходе прошлых вебинаров отмечали важный ценовой уровень. Почему важны уровни? Многие спрашивают, особенно начинающие трейдеры. Вдоль уровня происходит основной торговый оборот. То есть все ключевые сделки, все объемы происходят вблизи важных ценовых значений. Поэтому очень важно уметь определять ключевые значения цены. Потому что, скажем, если у нас на уровне 12 ничего не происходит, то там и в сделку входить тоже не нужно. А если мы знаем, что на уровне 15, например, у нас есть сильный объем, и там находится масса ордеров, отложенных на покупку или на продажу, то вот уже от этого уровня можно поработать. Скажем, пробив уровень 15, мы можем с большой долей вероятности открыть сделку положительную, которая нам принесет прибыль в дальнейшем. Так вот, возвращаясь к эфир-классик, здесь важный уровень в 12,6, но он никак не пробивается уже больше 4 месяцев. И пока нет никаких сигналов на покупку по эфир-классик, но и особо не падает. Он тоже стоит в такой боковой консолидации, поэтому предлагаю двигаться дальше, пока не стоит обращать внимание на эфир-классик. Можно будет вернуться к его покупкам, от уровня 13,35. Это важное значение, тоже можете себе отметить, если кто-то записывает, например. Вот от отметки 13,35 можно будет первые покупки совершать. Двигаемся дальше. Zcash – это то, что навело много шума в ходе начала, точнее, конца прошлого месяца. Можете видеть на графике, как буквально за несколько дней Zcash сходил с 200 до 420 долларов. Мы с трейдерами также эту идею отрабатывали, правда, закрывали прибыль несколько раньше, не дождались максимальных значений, но тем не менее, в данный момент никакого объема там тоже практически нет. И более того, можно будет даже задуматься о продаже Zcash по отношению к доллару США, если мы будем находиться ниже вот этой ценовой границы. Вы сами можете посмотреть на график и оценить ситуацию. То есть видите, что несколько свечей, а график дневной, поэтому несколько дней получается. В нашем случае цена находится вблизи этого уровня 225. 220, прошу прощения. И никак не может пробить его сверху вниз. То есть кто-то продает довольно приличным объемом, но не может закрепить криптовалюту ниже отметки в 220. И если мы вдруг там окажемся ниже этого значения, то начнутся массовые распродажи, то есть может быть так называемый импульс в движении цены, ее ускорение, и падение может ускориться. Поэтому опять же наблюдаем за данным значением для того, чтобы открыть сделку после того, как мы окажемся ниже данного уровня. Но больше пока чего-то интересного, к сожалению, по данной паре сказать нельзя. Правда, есть вероятность того, что вот те спекуляции, которые были ранее, могут повториться, и мы вновь увидим, скажем, какие-то значения в 400 долларов, например, за одну монету, но пока это будет весьма маловероятным. Нужно дождаться будет подтверждения дополнительного, для того, чтобы говорить о том, что рост возможен. Двигаемся дальше. На очереди Монеро. Это вот опять же один из ярких представителей сферы криптовалют. Его можно было хорошо поторговать еще в августе. Вот небольшое отступление. В целом, любая криптовалюта двигается по одной и той же системе. То есть мы сначала видим какой-то резкий импульс, это может быть рост, так и снижение, а затем несколько затихает. Это движение, волатильность снижается, и стоит ожидать только следующего такого же всплеска. Вот поэтому сейчас по Монеро мы после продолжительного и сильного роста до 150 долларов с 50, то есть на 300 процентов, мы можем видеть некую консолидацию. И если вдруг мы окажемся выше отметки в 100 долларов, уровень сейчас обозначу на графике, вот эта отметка, то вновь можно будет присмотреться к Монеро и купить его в свой портфель. Пока же трогать его также, пожалуй, что не стоит. Да, кстати, интересный момент. Мы давно знаем про тесную связь с Litecoin и Bitcoin. И вот кроме Bitcoin сегодня, по сути, сильно растет, ну более-менее растет, только Litecoin. Поэтому его можно покупать уже сейчас по этой криптовалюте. Есть также хороший сигнал на покупку, потому что мы пробили важный уровень, вот он уже пробит, видите, если, скажем, по Монеро мы еще находимся ниже этого диапазона, то по Litecoin мы уже его преодолели. И поэтому, конечно, вот от этих значений от 56 долларов за один Litecoin можно было покупать. Сейчас отметка 58,6, то есть еще не поздно открыть сделку на покупку, что вы, конечно, можете сделать через нашу компанию, брокера Markets. И ближайшей целью будет уровень V70, то есть порядка более 50% можно будет заработать с этой сделки. Вот отмечу, что кроме биткоина, который, кстати, уже стоит 5,380, то есть прибавил почти 100 долларов только за время нашей трансляции сегодняшней, то есть мы вполне можем и 5,500 сегодня увидеть, и даже 5,700 по биткоину. Поэтому я бы, на самом деле, для тех, кто еще не купил, возможно, рекомендовал бы эту сделку открыть. При этом нужно понимать, что может произойти откат, но, опять же, это маловероятно, исходя из той ситуации, которую мы видим. Если картинка статична, либо нет графика, то попробуйте еще раз обновить страницу с трансляцией. На самом деле, вы все должны видеть, потому что экран виден всем пользователям. Если не помогает, то мы, конечно, запись вебинара предоставим. В ближайшие дни она будет опубликована на нашем YouTube-канале и в трейдерском чате. Просто можете фиксировать основные ключевые уровни, от которых можно будет работать в дальнейшем. Итак, по лайткоину я обозначил, что можно покупать по текущим значениям 58 с целями вблизи 68-70. Это первые значения, которые будут достигнуты в случае продолжения того роста, который мы видим в данный момент. Что касается дешкоина, то, в принципе, здесь также пока ничего интересного, кроме, пожалуй, вот такой информации, как сужение. Преугольник сужающийся. Мы можем наблюдать. Но, опять же, пока мы консолидируемся, поэтому... Так, давайте я попробую остановить трансляцию рабочего стола. Сейчас должен быть слайд виден по сравнению биржи криптовалют и брокера. И сейчас я повторно запущу демонстрацию рабочего стола. Так, вот сейчас повторно была запущена демонстрация рабочего стола, поэтому все внимание на график. Ну, отлично. Так, если кто-то не видел, то еще раз посмотрим, что по эфиру у нас узкая консолидация, выход только за рамки 310 долларов позволит нам покупать с целями вверх. По эфир классик тоже мы находимся внизу, покупаем от отметки 13.30. The Cash продаем от уровня 220, если он окажется ниже от отметки 220, потому что вот она консолидация. Да, повторим то, что мы озвучили. По Монеро, чего интересного нет, от 100 долларов до синий уровень, можно будет начинать покупки. И вот Litecoin, да, то есть то, что можно использовать в данный момент. так как мы видим, что в отличие, скажем, от того же Монеро, у нас уже есть пробой этого уровня. И поэтому есть сигнал на покупку. А вот то сужение, про которое я говорил по Dashcoin. То есть мы видим некое подобие треугольника, это фигура графического анализа. И если мы выйдем за рамки этих границ, то будет сильное движение. Вот в какую сторону мы выйдем из этого диапазона туда пара Dashcoin и доллар и отправиться. Если мы выйдем вверх, то будем обновлять максимум. Если вниз, то будет продолжительная коррекция. Переходим далее в такой инструмент, как Ripple. Это самая недорогая рептовалюта из тех, которые есть у нас в компании Амаркетс. Но она в то время весьма и весьма надежна. На основе Ripple уже многие банки, крупнейшие банки из мировой финансовой системы проводят свои клиринговые операции. Поэтому, опять же, не стоит считать, что раз она дешевая, значит, она плохая. То есть, это отнюдь не так. Вполне в потенциале она может вырасти и в несколько раз. Тем более, мы видим одну интересную особенность. Вот довольно долгое время пару, точнее, криптовалюту продавали вдоль синей линии, которую я обозначил. То есть, был такой, так называемый, нисходящий тренд на сленге трейдеров. Но сейчас мы пробили данные значения и находимся, торгуемся уже выше этой отметки. Поэтому, конечно, стоит ожидать дальнейшего роста, но опять же, только после дополнительного подтверждения. Оно появится, если мы закрепимся выше уровня в 26 центов. Это вот, опять же, синяя линия на графике цены. То есть, если мы оказываемся вдруг выше отметки в 26 центов, то стоит покупать и держать, пока, скажем, не заработаем порядка 30-40% минимум по данной криптовалюте. Также, пользуясь случаем, хотел бы анонсировать портфель криптовалют от компании Амаркетс. Мы сформировали свой инвестиционный продукт на основе криптовалют. В него включены Litecoin, Bitcoin и ETH. То есть, по сути, три главные криптовалюты. Будут добавляться по мере необходимости новые криптовалюты, перспективные. И мы видим, что после, скажем, отката на фоне новостей из Китая наш криптопортфель вырос даже гораздо сильнее, чем сам биткоин. То есть, торгуя криптопортфелем, можно было заработать больше, чем торгуя биткоином. Ну, точнее, купив криптопортфель, потому что он не предполагает сделать, скажем, каждый день. Его нужно просто купить и держать на своем счете, пока, скажем, не будет получена определенная прибыль. криптопортфель. Он вырос начиная с начала, точнее, середины сентября, когда вот был откат на фоне Китая, почти на 100%. То есть, судите сами, да, без какого-то кредитного плеча, либо использования дополнительных инструментов, криптопортфель добавил почти 100%, тогда как биткоин вырос гораздо меньше. То есть, он вырос с 3000 до 5300. Это получается меньше, чем 50%, то есть, около 40%. Процентов прибавил биткоин за это время. Ну, нет, прошу прощения, неправильно я сказал. Биткоин вырос, конечно, не на 40%, а больше, чем на 50%, конечно же. Но не на 100%, как, опять же, криптопортфель нашей компании. Далее, совсем недавно на днях мы запустили такой инструмент, как биткоин кэш. Ранее он не был доступен у нас, но по многочисленным просьбам наших трейдеров появился биткоин кэш по отношению к доллару и будет еще биткоин кэш к биткоину. Вот, кстати, очень классная, может быть, торговая рекомендация, касающаяся одновременной покупки биткоина, например, по отношению к доллару сейчас и при этом продажа биткоин кэш по отношению к биткоину. То есть, мы в таком случае можем получить двойную прибыль. Вот, сами видите, график, все безнадежно, казалось бы, для биткоин кэш по отношению к обычному биткоину. Он валится вниз довольно сильными, довольно быстрыми темпами, поэтому, конечно, вот, дополнительно защитить себя, дай открыть сделку защитную по другому инструменту, на мой взгляд, стоило бы. Опять же, повторюсь, мы добавили, помимо восьми криптовалют, которые у нас были, добавили еще несколько пар с американским долларом и кросс-курсом. То есть, допустим, у нас есть биткоин кэш по отношению к биткоину, биткоин кэш по отношению к доллару, а лайткоин по отношению к биткоину тоже может быть интересная пара. Причем, мы видим, что в моменте сейчас лайткоин был даже сильнее, чем биткоин, мы наблюдаем некие признаки разворота именно по данному инструменту. То есть, вот можете опять же использовать стратегию хеджирования, то есть, дополнительные защиты сыграть на том, что есть некая корреляция, и поэтому можно просто продать биткоин кэш по отношению к биткоину, но в то же время купить лайткоин по отношению к биткоину. То есть, в таком случае у нас прибыль будет меньше, чем если мы откроемся, скажем, по одной из этих двух сделок, но будет дополнительная защита капитала, потому что пары между собой тесно связаны. И в любом случае мы получим прибыль, но низко меньшую, но и с меньшими рисками. То есть, это важный тоже момент. Если вам нужна будет более подробная консультация по данным стратегиям, можете обратиться к одному из менеджеров компании Амаркетс на сайте, например, либо просто позвонить. В целом, основные криптовалюты мы на сегодня рассмотрели. Главная новость, конечно же, касается биткоина и пробоя прижимов на графике. Обещал, но довольно приятный бонус для зрителей сегодняшней трансляции. Во-первых, хотелось бы еще совсем кратко анонсировать наш биткоин-счет. То есть, у нас есть счет прямо в валюте биткоины. Вам не нужно будет, допустим, конвертировать биткоины, если они у вас уже есть в доллары, а можно просто будет напрямую пополнить свой счет с биткоин-кошелька без конвертации, без комиссии, полностью анонимно и также вводить всю сумму плюс прибыль обратно на биткоин-кошелек. То есть, биткоин-счета, на мой взгляд, это очень удобно и может использоваться даже повседневно. То есть, какую-то прибыль, скажем, вы получили сегодня, тут же вывели ее на кошелек, и далее используете уже по какому-то назначению. Также отметил, что у нас есть криптопортфель, о нем мы уже много сказали. Кроме того, зрители нашего сегодняшнего вебинара получат торговый бонус 25% при пополнении счета. То есть, допустим, если вы вносите, скажем, на счет 5000 долларов, ну, пусть будет 10, да, то получаете 25%, то есть, у вас будет 12500 на счете, эта сумма участвует полностью в торговле, участвует в возможной просадке, только не можете вывезти ее, а так можете с ней делать все то же самое, что и со своими деньгами. И всю прибыль, полученную от использования бонуса, вы также можете вывезти. Ну, и специальная книга со всей информацией по биттовалютам, торговыми стратегиями и теоретической базой также будет доступна нашим зрителям после пополнения счета. Поэтому, опять же, советую вам протестировать торговые условия в нашей компании. Более того, у нас есть даже дробный лоб, то есть, вы можете зайти с небольшой суммой, даже порядка 300 долларов, 500, и купить, скажем, не полный биткоин, а его десятую часть. То есть, опять же, использовать такой элемент дробного лота. Пятьдесятую часть биткоина и в таком случае распоряжаться именно ей. Ну, в целом, на данном этапе хотелось бы, я думаю, завершить сегодняшнюю трансляцию. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые были в ходе вебинара. Кратко, я думаю, что Максим с заявленной темой вы уже точно определились, плюс был ответ в общем чате. На самом деле мы обсуждали то, как можно зарабатывать на криптовалютах в данный момент. Чем обеспечен биткоин? В данный момент можно говорить о том, что он обеспечен теми майнерами, вот этой системой, совокупностью участников, которые поддерживают технологию биткоин, совершая обработку транзакций на своих компьютерах. Конечно, нельзя говорить о том, что биткоин является чем-то сильно обеспеченным и он во многом волатилен потому, что есть элемент страха некий у участников рынка, то есть, если появляется какая-то негативная новость, все быстро начинают его продавать, но также он быстро очень растет в случае определенных обстоятельств, которые мы с вами сегодня уже выяснили. поэтому в целом не стоит считать биткоин совсем пустышкой, это очень интересная технология, за которой стоят уже довольно много крупных участников финансового мира и не стоит считать, что это какая-то скажем, пирамида, да, то есть мы абсолютно уверены, что криптовалюта и биткоин в частности с нами останутся надолго, если сказать навсегда. Другое дело, в каком формате все это будет и другое дело, что не всегда это стоимость, которую мы видим в терминале торговом, она объективно оценивает, скажем, стоимость этого актива. Ну, предположим, если мы, скажем, видим стоимость акции Apple в 300 долларов, то фактически она тоже может быть не обеспечена ничем, потому что, скажем, активов у компании Apple, скажем, всего лишь на такую сумму, при которой акция должна стоить 150 долларов, но при этом за нее дают 300. То есть есть некий спрос у инвесторов, поэтому она стоит дороже. То же самое и с биткоином. Если есть такой высокий спрос, да, цена может быть неэффективна, но это рынок, а рынок, как мы знаем, чаще всего неэффективен. Это лишь соотношение покупателей и продавцов в моменте. Поэтому про обеспеченность, пожалуй, сейчас думать уже не стоит. Плюс, опять же, эта система децентрализованная, то есть там нет никакого мастер-сервера, то есть которая, если, скажем, сломается, то биткоин перестанет существовать. Опять же, система из майнеров, да, много узлов в этой системе, она не позволит сломаться чему-то в довольно короткий период времени. Решения ЦПРФ пока никак не влияют на курс биткоина, слишком невелики, скажем, объемы российских трейдеров по отношению ко всему миру, да, там всего какие-то несколько процентов максимум, может быть, наши трейдеры занимают. Поэтому, по сути, учитывая, что еще и биткоин находится в онлайн-пространстве, никак ЦПРФ не может влиять на его курсы, как бы оно ни старалось. Даже запретив, скажем, официально биткоин, да, в России, вряд ли сильное влияние окажет на его котировки. Отмечу важный момент, что в нашей компании вы можете зарабатывать не только на росте курса биткоина и других криптовалют, но и на снижении. То есть, у нас доступны короткие позиции, вы как бы занимаете биткоин и продаете его, затем у вас брокер обязан его выкупить обратно. То есть, доступны короткие позиции, то есть, вы можете повторить, зарабатывать даже на снижении курса. Далее, какие вопросы у нас еще сегодня были. Да, для анализа графиков я советую платформу МИР344, в нашей компании она есть, поэтому, опять же, можете попробовать на демо-счете, ну, либо уже сразу на реальном торговом, пока есть такие отличные возможности на рынке. Отмечу, что у нас комиссии на пополнение отсутствуют, то есть, вы можете внести сумму на торговый счет в Амаркетс без комиссии, мы ее просто компенсируем, а на вывод она составит не более 1%, то есть, она платежной системы даже 0,5-0,8, поэтому, опять же, это гораздо выгоднее, чем на бирже криптовалют, поэтому, вот вывод крайне удобен, опять же, вы можете все это протестировать на собственном опыте, открыв торговый счет в компании Амаркетс. Что ж, на этом все, я вижу вопросов больше в чате нет, увидимся в следующий четверг в это же время, обсудим движения, которые были за эту неделю и дадим новые торговые рекомендации, новое видение рынка, надеемся на дальнейший рост биткоина и пытаемся зарабатывать на этих движениях. Всем успехов в торговле, всего доброго и до свидания. Продолжение следует...